Сегодня у нас 1 августа 2018 года. Он рыжий идет с охотой у нас кошки. Трудолюбивая. Вот она появляется. Рыжая, 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 рыжая. Красавица наша. Вот тут Игнать Тихонович и Сергей, брат наш Пупков, работают, разбирают старый забор, сетку поднимают, которая упала. Потому что ничто не вечно, все гниет. Сейчас посмотрим, чем они там занимаются. Кучу железа он нашли. Видимо, лежало тут в траве. Клопата у них лежит. Включен деревяшек тоже. Это на сетке. По ней иду. Вот он, как трудится. Теперь она пойдет уже на полный рост. Малину много. Малину много. Вот вся сетка вот эта вот, полностью вся была внизу, в земле. И он оттуда выдираем. Ходили сколько лет, по ней даже не знали. Это Павел тут все как бросил. А теперь и выдираем вместе со всем, что тут есть. Вот сзади тебя, что надрали. Это с утра вот эта, видите, вот оттали, как табун лошадей. Ну да. Так. Молодцы. Увидимся. Вопросы. 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 Каждый год постепенно добираемся, очищаем территорию везде. Прошел, сетки нету, ну сколько это лет, ну лет 20 она пролежала, вот вся наша жизнь, как город Сир, теперь рыбак горит там на скалах, сушит сети, а командовал всем миром, даже вошел в гордость сатаны, в Старь Сирской. Ну-ка давай еще, ловим там за день. Ого-го! Заброшенная усадьба. Я помню, в школе учился, вишневый сад, и главное, перепродали его, теперь рыбак, и там кто-то любил кого-то, ну если он засох уже все, так и здесь. Отец Дмитрий Смирнов абсолютно правильно говорит, тут будут жить другие люди, друг друга поедом едят. Вот на нас напал тут один человек, и ничего не можем сделать. Отбиться никак. Сам сидит где-то, командует, чтобы разрушили наш музей. Это ужас какой-то. Едешь, пустые города, мертвыми глазницами смотрят. Это все ладно. Вот это вот, еще. Видишь, как вырывать приходится совсем. Сейчас давай назад маленько открутим, чтобы выбросить. Это полный мелок. Давай. Это когда вот показывают, в море пошел, тянут рыбу. Но у нас, что тут? Малина. О, что влечная. Ну, подстраивай, вот, не так, не купился. Целый день, вот, в городе никогда такой работы не найти. Она, скажет, бесполезна, возрождать надо. Ну, смотри, уже вот часть участок, как кукуруза растет. Я отсюда вижу картошку, тыкву. Посмотри, что там есть. А точно так же ничего не было. Да, тут старый был маленник. Вот Никита тут жил. Он, по весне, все это обрезал его. А мы уже потом попросили тракториста, он заехал, тут распахал все. И мы с матушкой посадили, с матушкой Людмилой, тыкву, там кабачки чуть дальше. У нас там арбузики, картошка. Тут у нас кукуруза, там. Матушка любит разносторонне садить. И капусту посадила, и кабачки посадила. Помидорки там, несколько штук. Смотрите, как они с утра. А с утра? Да, были бы они с утра, Сергей Павлович. Чтобы завтра бы приготовили. Чтобы они были с утра, надо запустить. Возрождать заброшенное непросто. Вот она какая. Да, малина прямо сквозь сетку прошла. До нее найдем тогда, и тогда с той стороны обрубить. А? Вот так ее вытекать. Ножницами по металлу можно так же. Может ножовкой? Ну давай пока отломим так. Ножовкой? Пошли дальше. На пицце нет уже. Сейчас я с утра мы тут тренируемся. Все, оттуда начать? Ну давай оттуда попробуем. Наверное. или давайте уж она там складывается там слабая, давай здесь уже, тут не взять тут надо ее всю выдернуть, туда разложить подожди, ты завалишь кусочки, убирай которые все вот так пошла давайте берем маленько это все было под таким слоем земли, это вы еще растрясли давай маленько бывает маленько край это полностью вся легла ровно легла, ее засыпало каждый год растет там с края у тебя заматывает ну и все все, пошел с ломиком ух ты ты меня сухая стой-ка поставь постой-ка еще раздать надо Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот так и душа человека Оставленная в небрежении Она ничего не понимает Она заросла хламом Особенно видно в интернете Ничего нету Каждый день выходят Заново регистрируются Всякие пахости говорят Потеряться А там перед кем нет Он хорошенький А тут цифры наставит Бог обнаружит свое лицо Любого Верующий разве может это делать Это ясно, что пахнет Вот она прошла так интересно Прямо по всем этим Зайдет выйдет Зайдет выйдет Видал как Следующего поднес Наклонись там Вытащи ее Внизу внизу Захвати Вон она Тащи ее Ломай Обрывай Дальше она выйдет Сама переплелась Так Ну что Пробуем сворачивать Эти листики Уже не повлияет На сохранность Ой-ой-ой Вот здесь Зайди с той стороны Убери По бяку Вытащи Все Начинаем сворачивать Чтобы вынести отсюда Видишь как Она с землей все вырвала Она проросла Сегодня сколько вишни погубили Вишня вот так вот идет Ни взять ничего нельзя Только вырубишь А потом по частям пилишь Я читал какая-то женщина Не верила в Бога Заказала железобетонные Такие плиты И там чтобы цемент Все это стояло так И вот Как я Как вот этот памятник мой Стоит Дескать Надгрога Так и я буду Никогда не воскресну Ну уже лет через 50-70 Попала семечка Корни дерева Разжали И на надписи Она только вот так стоит Надпись уже Она так лежала А теперь вот так Бог посмеялся Как Вольтер говорил Через 100 лет Библия будет позабытой Заброшенной книгой Ее можно будет найти Только в музее Археологических Как свидетельство глупости Более ранних поколений Все У него доктор Доктор Таншенбал Наказывал Все Если я умру Буду просить Ксензе Ни под каким видом Нет Подписал Если даже умолять Буду плакать И тогда не верьте Бога нет А когда умер Вся эта демоническая свора Окружила его Он кричал Его пил И они его в кабриолете Возили по Франции Нигде не хотели его хоронить А женщина монашка Она сестра милосердия Когда ее сказали Идти на дежурство Где-то Она только задала вопрос Говорит Он верующий? Да вам какая разница? Нет Я была в постели Умирающего Вольтера Я будто сама Видела бесовское Это скопище Как он кричал Что он делает ему Показывает Что ты сам сказал Ты людей совращал Я никогда больше не пойду Я сама умирала вместе с ним Горела в огне Вот как А сегодня такие широкие Ну поставить человека на должность Что пункт такой-то Совесть Бог будет судить по совести А не по пунктам Эти пункты меняются Я зашел как-то К федеральному инспектору Власов был Виктор Сергеевич В Барнауле Очень хороший человек А у него Оськин Помощник И он Я говорю А что это у вас лежат такие Например вот так вот Высоко А это говорит Новое Это издание Законодательного собрания Это столько законов Да Тот отменяется А кто знает Никто их не знает А вот кто-то узнает И на одном законе выиграет Вот как адвокат дьявола Фильм есть Все он ее Все спрашивает Вплоть до того обрезан Не обрезан был С кем имело дело Главное это совесть Далее Бог будет следить По Евангелию Сегодня ничего этого нет Не понимают И главное Винят кого-то Где-то Кто-то там Стоит порами Подожди-ка Там его вытащим Там можно будет еще раз раскрутить Да Большую работу Проделали братья Конечно Вот как Жизнь поворачивается Пункт такой-то Как у нас Захватил самовольно Так мне на 10 лет дали Ну на 10 А сейчас нет А через год Перестройка кончилась И все это деревня основана Отдана земля деревни И никаких Ничего не понимают И игра берется Под какого-то Юродивого Или глупого У меня документ Никаких Скорей с вас сломать Ну что интересно Я сегодня только Это дело Разобрал А мне говорят А как вы узнали Бог открыл Я молился И Господь открыл Я могу фамилии называть Кто с кем разговаривал И говорит Понимаете Нам крайне невыгодно Что Лапкин занимается музеем А почему невыгодно Это же многие Станут такие же музеи делать Вот слушай внимательно Затвучай Это человек Который за нас Он говорит Вы просто ничего не понимаете Да У Лапкина были тысячи детей Без помощи государства Он все правильно говорит Но У него были конфликты с властью? Были Ну так и теперь призван Он реабилитирован Да не про это Правда по лагерю Ну да Там несоответственно Нормам это придумывали Главное то Не в нормах А что дети Живые здоровые Вы нормы то написали Когда ограбили людей Написали Под олигархов Как я могу выполнить то Не могу И это невозможно У меня и денег нет Дети здоровые Как Жабина Помпрокурора Мамонского района Говорит Дети чувствуют себя Прекрасно Исследование было Она была здесь Допрашивала Так А вы понимаете Вы говорите сейчас Вот послушайте внимательно Скажите К нему комиссии приезжали В 98-м 15 Краевых комиссий Там и пожарники И электрики И кого-то Как громад Вот Надо поставить Так, а средства массовой информации? А, вот за него все средства массовой информации. Все. Там и свободные курсы, и кого только не было. На его стороне, да, человек и закон, там называется диктатура закона, ну, разные там эти, другие партии какие-то. Они за кого? За Лапкина всегда были. Все до одной. Только московский комсомолец на Алтае, он там, говорит, прихлопнули этого там. Вот. И что? Так у них кто писал статьи, сам Александр нашли убитым. Люди сдрогнули, говорит. Краевая прокуратура даже его поздравляла, говорит, с этой победой. Они заплатили, опровержение дали. Я не про это. Так он будет как теперь, который учить, который к нему приезжает, так же учить? Ну да, он опыт передает. То есть они, хорошие ученики, будут точно так же поступать, как он. Ну, получается так. Он говорит, из подсобного материала можно. Не в подсобном материале-то. Вы глубже смотрите. У него обязательно, те, которые там будут, обязательно будут конфликты с властью. А представьте, что это вы в одном Алтайском крае тушили и не могли потушить. А как он говорит, Лапкин на три с половиной миллиона беспризорных детей. Тысячи лагерей таких. Вы понимаете, вся страна полыхать будет. Да, действительно. А то что делать? Что угодно делайте. Никакой совести, никаких законов. Уничтожить. Уничтожить зародыши. А кто там, в верхах сказали? А прокурор знает. Да ему и так и сказали. Но он Лапкину сказал. Ну так потихоньку буркнул. Я не сам, меня заставляют. Максим, вот так. Так это тогда... Вот так и так сами рассудите. Там в верхах думает головой, не нашими мозгами. Лапкин не может создать другие лагеря, кроме тех, которые у него было. Он открыто говорит об этом. Да так это здорово. 45 лет, тысячи детей с родителями вместе. Кого он готовит? Ваххабитов? Нет. Смиренные люди. Как у него? А как служить на альтернативной основе? Представьте, миллионы людей у нас не пойдут в армию. Вы понимаете или нет, что делается-то? Так у них родственники, племянники, все служат, присягу принимают. Но это уже они не, как бы, не по его рецепту. Так он не запрещает, он только говорит. Ну, запрещает, говорит, нам не надо решать. Главное, это его идея, что не брать оружие в руки. Но в армии, Лапкин говорит, обязательно служить. Так? Ну это так. Но нам нужны бойцы, нам нужны, кажется, живое мясо. А они туда не идут. Все врачами не могут быть. Врачи говорят, хоть на минное поле, хоть куда идите, спасайте. Положите душу за ближнего. Но душу из людей не вытряхивайте, не убивайте. Да, это так. И что? Никаких лагерей. Чтобы он сам закрыл лагерь, это хорошо. Но он музей делает. Он, понимаете, куда шагнул? Он хочет вместо закрытого лагеря тысячи лагерей создать. Вы маленько задумайтесь, что делается. Поэтому сразу будет спрос, если вы не уничтожите его. Это вам так сказали. Во сне увидел. У меня был благочинный, он власть имел. Один архиепископ говорил, только три человека в стране имели такую власть. Это Войтович, отец Николай Павлович, Покровский собор, город Барнаул. С 37-го года рождения, с Белоруссии. Я с ним беседую и говорю, вот вы с уполномоченным беседовали насчет открытия там в Славгороде или в Кулунде, храм построили. Ну да, три года построили, не открывают и все. Там маленько не так что-то. Там плитка какая-то с ребрышком, на нем пыль может сесть, убрать. Плитка должна быть абсолютно ровная. А так долбить надо? Ничего, долбите. У попов денег хватает. И что? Не открываете. Я говорю, ну вы же сказали, что открывать надо бы. Ну что вы держите? Александр Петрович Седишев был, фронтовик. А помощник у него был Лисенков Геннадий Иванович. Москвич здорового роста такой. Ярый большевик. Ну, так вот теперь и ну. Теперь смотри, что получается. Латкин встречается, говорит. Это сам Войтович говорит. Я, говорит, удивился, что Латкин знает разговор. Я говорю, ну когда откроете? И тогда уполномоченный говорит. Когда Латкина отлучите от церкви? Он говорит, а за что? Вы этим занимаетесь, а не мы. Он там где-то отдельно собирается. Ну, собирается они по слову Божию, блаженная фефилакта. Нас не касается вашей фефилакты. Отлучите, и мы откроем вам храм. Я говорю тогда. А он мне сказал, говорит, Айрихон построен на крови сына, говорит, сказано было. Вы когда-то откроете? Вы какой ценой открываете-то? Он говорит, ну я же не дал согласия. Я говорю, да вы не дали согласия. Да будете благословенны. Отец Николай приезжал в тюрьму и меня причащал. Да благословит его Господь. Да царствие небесное упокоит. Он умер. Много страдал. Сын у него Александр внезапно тоже скончался. Александр Невский храм построили. Обязательно Александр Невский под именем Александра. Рубцовский начальник Виктор. В честь Виктора храм назван. Вот это все это. Ну и что? Ничего. Когда Лапкина посадили, тогда свидетельства начались. Я уже сижу. Я уже запечатанный. И в это время против меня архиепископ Гедеон Докукин пишет. То есть были у него конфликты? Были до книги? А то, что все реабилитировано. Ну это дело прошлое. Советская власть. У нас сегодняшняя кончается. Президент не любит, чтобы стучки были. Болотную потопили. И остальные так же будут. Этот человек держит государство в руках крепкой рукой. Это поколение. И Бога благодарите за Путина. Но Докладкин всегда за него молится. Молится, а понимаете, он даже не видит Лапкина. Он не видит, что дальше-то будет. Что если все такие лагеря будут и столько конфликта с властью и обращаться в центральной власти, мы захлебнемся в этом. Так может за ним никто не пойдет. Мы на может не может не можем рассуждать. Предположительно, для нас это уже официально есть. А когда вы это узнали? Сегодня. Я только сегодня это узнал. И уже рассказываю второй раз. Так что я их не сужу, но я надеюсь на Бога. Бог силен смягчить, открыть, убрать. Аман. Сегодня только пенал в Мордахея. А завтра уже башмаки одни в воздухе висят. Так и здесь. А кто для вас тогда осень-то сбросили? А Исвирь кто? Исвирь найдется. Может быть Полонская. Наталья Викторовна. Может быть она. Кажется так величать. Может быть она. Я ей письмо тоже написал. Сегодня мне принесли квитки. Я могу следить за письмами. Путину, Медведеву, Вдуму, Жириновскому, Зюганову, Миронову, Полонской. Это первая стряска. Обязательно будут. Теперь центральные органы печати будут иметь. А кто будет так мыслить, что от Лапкина тут мятеж начнется? Тот не понимает. Наши люди мятеж не делают. И в Алтайском крае, где мы были, ничего не случилось. А наоборот, благословение Господне. Не бойтесь. Но пытается напугать. То есть они понимают, что смотри Чаушеску, какой был строгий в Румынии. Он ничего не думал. Переод священника становился на другой. Это обычное явление. Священник спрятался. Народ забунтовал. Его поддержал соседний приход. Он нажать. Полиция пришла на его стороне. Дальше полиция. Секуритация. Это тайная полиция. Армия переметнулась на сторону восстающих. Его тоже селеной поймали, расстреляли. Диктаторы. Говорят, это советские его сделали. Не надо в этом. Дело в том, что кончил жизнь внезапно. А причина была священника с места на место. И поэтому то, что они осторожны, так работают. Не надо забывать, что правитель, полковник КГБ. И он предусматривает все варианты. Но не знаю, его ли это мысль или нет. Я не думаю. У меня все время мысль такая, что у Путина очень хорошие советники. Я везде это говорю. По моему дедовскому уму. Вот так. Мы понесли дальше. Это сегодняшнее откровение. Ну вот, вы рассказываете о меня. Эти всесветные возмутители, вот они на вас так же думают. А на самом деле-то вы никого не возмущаете. Я нигде никогда никогда. Все время о Путине молимся, о Медведеве, молимся о Трампе, о всех. Это гений, чтобы был мир Израилю, Россию, Украине, Сирии. Дети Сирии. Вот кто на первом месте должен стоять. Ну, они пугают. Они составляют вот такую версию. Она очень даже подобная. Конечно. А там умники сидят. И приставили на рассмотрение. А этот ничего не знает. Давит их. Убрать, убрать. Он не думает о том, что вся окрестность вокруг, как на Украине, с вилами, с граблями придут и сметут и милицию и все. Он не знает еще этого. А как? Я на Украине был и смотрю, магазин стоит такой, детский садик. Я говорю, что это предприниматель один. Это у него столько средств. Да, очень богатый. Но сколько он сделал? Вот эти вот дома для людей, это он сделал. Дорогу, это он сделал. А сколько у него? Не семь, а чуть ли не семьдесят тысяч гектаров. Больше, чем у Жени, в десять раз. Ну и они решили, я не знаю, Янукович или до него кто-то там был, решил сыну своему отдать. Ну и приехала полиция там, ну сколько приехали? Человек пятьдесят. Тут, говорит, тысяч пять, говорит, население, кто кол, кто что, все разогнали, разбили. Будто бы кого-то даже убили. И все вернулось на свое место. Мне лично рассказывал это священник. Но я не хочу, говорит, называть, чтобы не было такого. Я там был. Около города Первомайска, назову. Чтобы они не думали, что это выдумка. А когда это было? Ну, лет, допустим, семь назад, может, десять. Ну, где-то в этом промежутке. И так, что еще неизвестно, кто на нашу сторону встанет. Тогда, когда в девяносто восьмом году они приехали, там машины, милиция. Мы на крышах, дети стояли и скандировали, не заходите. Тут все снимала Марина Куимчили, Демосфеновна. И не зашли они, они не наглели. Это тогдашняя власть. Да она, это такая, есть власть. Ну, уже у нас деревня была, из деревни люди прибежали, снимали. А батюшка подошел к милиционеру и говорит, знаешь, ты сядь в машину, не лезь, разберутся. А ты правильно. В автобус залез и больше не вылез. Здоровый, да еще, говорит, выпивал. Ему надо было беречь свои, говорит, имидж. Ну что, поехали дальше, убираем. Так, бери тот, скорее. Э, ты у меня брицы порвешь, новые. Давай. Не надо на плечо, в руках, виси. Вот в эту дыру заходи. Я думаю, тут нам легче. Мне сразу вспомнилось, как они говорили, ни о чем вы не подумайте. Да, на случай, чтобы один умер, нежели, чтобы все за него умерли. А Христе сказал, Иисус сказал, каяпа, будучи на тот год коровосвященником. Поехали, поехали. Вот туда вынести надо. Вон туда, прямо. И там положим, потом вынесете. И вот сегодня, посчитай, сколько натаскали. Это сегодня мы чищи, которая завалена была. И вот этого гнилья сколько, смотри. Это не все, там куча еще. Там железа сколько. Решетки. Еще тут набирали. Это сегодня, только вот мы вдвоем с ним. Никого больше не было. Вот так. Смотри, вишняк. Витлин это когда-то. Я говорю, может быть, я и рубил, и бросал туда. Сейчас рубиваем все. Этот край, считай, почти разобрали. Теперь вот этот отход к туалету. Это усадьба Павла Лапкина. Один все делал он. А потом тут Нихита был. Ну, Нихиты нет теперь. Теперь мы должны подготовить. Пойдемте водички попьем водички. А? Пойдемте попьем водички. Попьем водички. Ну, давай. Послушай, что тебе за рукавички? А почему ты не починишь? Некогда. А? Некогда, да? Милый ты мой. Смотри. Я тебе дам как новенький. Я люблю подчинять. Каждый день подчиняю. Бери вон ту. Ну-ка, надень. Левое и правое. Они целые. Ну, маленько попало это. Репей там еще убери. Спасибо Христос. Слава Христу. Не зря я носил. Карман оттопыренный был. А это я починю. Мне нужды нету. Видишь? Вот, починяю как. Надеваю на палах. Вот. Ну, как новенькая. Я это починю. Похвалился. Когда мы дорогой ехали, я разные пуговки, заплаты все время починял. Мне надо было быть портным, может быть. Ну, бог миловал меня. Попить надо. Так, а может быть, это... Ну, давай, тут сильно холодное. Кружка на ладоньку уместить, боже. Какие кружки у нас есть? Репетички. Ну, Петя, пойдем. Никого нету. Вчера все уехали. Да где мои ширщики? Да все разъехались. Никого нету. Я выйду, где купаются. Я раньше с ними вместе купался, с ребятишками. А волны такие тяжелые, темные идут. А я на берегу стою, пирсом присчитаю. Где мои ширщики? Да все пингвитята разъехались. Я обратно кьяжу. Да покормить некого. Все, Господь сохранит. Пошли. Он пошел. Все.